Строительство сквера имени Жилкина в автозаводском районе, возведение большой велодорожки в Комсомольском. Какие изменения во внешнем облике ждать центральному району? И как будет выглядеть парк, который много лет нуждается в кардинальном обновлении? Об этом не только. Мы поговорили с главой центрального района Алексеем Домничевым. Это его первое большое интервью нашему телеканалу. Предлагаю посмотреть. Александр Деменович, здравствуйте. Я благодарю вас за эту возможность пообщаться с нашей телекомпанией. Вопросов у нас накопилось немало. Конечно, они все будут касаться развития центрального района. Сегодня, как мы знаем, в Комсомольском районе ведется строительство большой велодорожки, которая соединит, собственно, Комсомольский и центральный район. А в автозаводском районе в это же время ведется строительство сквера имени Жилкина. Что касается центрального района, каких внешних изменений нам ждать в обозримом будущем? Да. Добрый день еще раз. У нас две муниципальные программы. Это формирование современной городской среды и развитие транспортной системы дорожного хозяйства. Хочу сразу же отметить то, что в 2020 году был выполнен большой проект в центральном районе, это сквер Жилина. От площади Свободы до улицы Мира была замена дорожная плитка, установлено озеленение и благоустройство, в том числе замененные урны и озеленение, как я уже сказал. Проект был очень большой, выполнен в настоящее время уже подрядчиком. То есть люди могут уже гулять по данной территории, наслаждаться, надеясь, что она сохранится очень долго и работы были выполнены качественно на долгое время и на долгие годы. А сразу вопрос возникает, не планируется ли продолжить всю улицу Жилина в том же проекте? Пока в 2020 году средств на данное продолжение нет. В 2021 году при наличии финансирования, если депутаты городской думы поддержат данный проект, расходы при утверждении бюджета, возможно будет благоустройство бульвара молодежной. Молодежная бульвара, то есть есть уже проект в городском хозяйстве 2018 года. Проект включается в том числе в замену покрытия, также озеленение, освещение и тому подобное. То есть достаточно большой проект, который позволит жителям также наслаждаться данной территорией и из других районов приезжать. О каких сроках сейчас идет речь? В 2021 год. То есть в 2021 году начнется замена асфальтового покрытия? Планирую при наличии, если депутаты поддержат данные виды расходов, в бюджете городского кварталетия. Я думаю, согласитесь, что молодежный бульвар – это одно из любимых мест для прогулок жителей. Там сейчас установлены лавочки, там красивые многолетние деревья. Но здесь же хочу отметить, что не все делается за счет бюджета. Даже молодежный бульвар, в том числе и ультяжилино, там высаживаются цветы. Каждый мая и июнь месяц для жителей городского круга Тольятти за счет средств депутатов Думы, неравнодушных граждан, коммерческие организации. То есть нам оказывают содействие и высаживают для горожан вот эти цветы, для того, чтобы преобразился город, было летнее настроение и было хорошо. В общем, осталось передождаться смены асфальта. Он, конечно, там нуждается в замене. Что касается парка центрального района, это, наверное, такое сердце старого города. Я думаю, вы тоже со мной согласитесь. Оно, конечно же, нуждается в кардинальном обновлении. Конечно. Парк центрального района – это место, куда приезжают не только жители центрального района, но и автозаводский и комсомольский район. Да, в предыдущие годы выполнялись некоторые ремонтные работы, устанавливались детские площадки, но этого недостаточно. Данный вопрос по парку ставился уже неоднократно не один год, как и в Думе, и в администрации города, и общественные движения. То есть вы сказали свое мнение, что необходимо реанимировать, его и воплотить в жизнь более современной. В настоящее время главой города принято решение о проведении конкурса на разработку концепции развития парка центрального района. Данный конкурс будет проходить до 23 октября 2020 года. В конкурсе могут поучаствовать все дизайнеры, то есть не только из Самарской области, города Тольятти, то есть по всей территории России представить свои проекты и получить соответствующее вознаграждение по результатам. Оценивать будет данную концепцию соответствующая комиссия, и по результатам будет выявлен победитель, что позволит получить концепцию, которая будет отвечать современным требованиям благоустройства парка центрального района, с учетом мнения жителей, разработать соответствующий проект, и уже после этого выделение соответствующего финансирования на выполнение работ на получение нам надлежащего парка, который будет нравиться людям. Вообще планируется выполнение работ в парке. Это требует обновления как сама пешеходная дорожка в парке, в том числе озеленение, детские площадки, в том числе молодежные площадки спортивные, места для встречи как взрослого населения, так и молодежи. То есть все это требует обновления и выделения соответствующих финансирований. Но пока о каких-либо сроках говорить, конечно, пока рано. О сроках, да. Концепция мы полагаем, что при наличии соответствующих заявок будет получена в 2020 году, после этого будет разработаться соответствующий проект. Организатором конкурса является фонд имени Жилкина. Поэтому надеемся, что все будет выполнено. И в 2021 году будет выполнен проект, после чего будет выделено финансирование. И мы планомерно перейдем к благоустройству данной территории, и люди смогут наслаждаться со временем. Мы пока ехали к вам на интервью, обратили внимание, что во многих дворах сейчас идет ремонт дорог. Да, совершенно верно. И как я уже говорил, у нас две программы. Это формирование современной городской среды. В 2020 году выполнены работы по благоустройству трех дворов. Это выполнен ремонт тротуара и ремонт проездов. В том числе установлены две детские площадки, освещение двора, состоящие из пяти домов. На 2021 год планируется выделение финансирования на 8 таких площадок на территории города Тольятти. Если депутаты Думы поддержат, дай бог, я говорю, они будут выполнены в 2021 году, и мы подарим их жителям. В этом году была выполнена детская площадка организации ПАУТ и Плюс за счет средств. Был проведен конкурс между управляющими компаниями, и выигрыш управляющих компаний получил право установить во дворе детскую площадку для детей. Мы участвовали в открытии данной детской площадки, детишки радовались, она была новая. Дай бог, долго сохранится, и надлежащее ее содержание управляющей компанией позволит, соответственно, пользоваться ей очень долго. Но все зависит еще и от граждан в том числе, чтобы не портили данное покрытие, которое было создано. Есть те горки, которые стояли. На ваш взгляд, какие вопросы сегодня требуют также оперативного вмешательства? Может быть, какие-то болевые точки есть в центральном районе? Болевые точки имеются. Это в основном, ну, в том числе, я говорю, не все проезды сегодня отремонтированы, дворовые. Не всегда хватает финансирования, в том числе за счет экономии, средств, которые от локационных и от торгов проводятся, сохраняются. Есть многие дворы, в которых уже тротуарное покрытие разрушилось, и планируемо в 2021 году все эти объекты будут включены, основная масса. Также мы приступили в этом году к первому этапу благоустройства центральной площади. Будет выполнена замена освещения, то есть установка светового оборудования на данной территории. Она будет как-то по периметру наверняка, да, площадь? Да, по периметру. Ну и хотелось бы отметить то, что вся территория центрального района, конечно, охватить ее невозможно. Поэтому рассчитываю на помощь соответствующих коммерческих организаций, которые нам оказывают благотворительную помощь. Какие у вас лично, у вашей семьи любимые места в центральном районе? Парк центрального района, центральная площадь, молодежный бульвар, также место, где театр кукол, там достаточно часто проводятся мероприятия. Алексей Владимирович, я благодарю вас за эту беседу, спасибо вам большое. Конечно, не в последний раз надеюсь. Спасибо.